Мако Плей Да, и это глаз на резинке что ли, да, сейчас мы посмотрим как он называется, да, глаз на пружине, можно надеть Это у нас такой пэт гулящий, и я сделал волшебный колокольчик, который призывает нам светящуюся фею Но если честно, разницы между светящейся феей и сферой светящейся вообще никакой Они точно так же медленные, одинаково медленные и одинаково просвещают наш путь То есть очень медлительные Яблоко Яблоко как не работало, так и не работает, я не знаю в чем дело Да, и только что я буквально победил еще раз близнецов Правда, еле-еле с ними сразился Только потому, что у меня были шутовские стрелы, а не святые стрелы Ну ладно, зачем я это сделал? Для того, чтобы у меня было эссенции прозрения И мы с вами в этой серии будем делать Террамеч Но прежде чем мы сделаем с вами террамеч Мы сделаем с вами посох Какой-то глазастый посох или что-то типа этого Почему, друзья, почему? Почему мы будем делать этот посох? Потому что этот посох призывает нам два глаза, которые сражаются на нашей стороне Один бросается с клыками зубами на врагов А другой просто стреляет лазерами Урон у них такой же, в принципе, как и от наших Как и от наших паучков Но дело в том, что мы с помощью этого посоха призываем, получается, двоих защитников Да? А чтобы два паучка призвать, нам нужны вот эти вот паучьи ботинки Я думаю их снять и сделать полный сет хлорофитовой брони Ну а уже потом, наверное, мы с вами сделаем черепашью броню Полный сет Или сначала черепашью сделаем, а потом уже хлорофитовую Не знаю Как будет, как получится Посмотрим Так, хорошо Кроме того, я получил трофей От близнецов И куда бы то его Как бы то его Куда бы то его Влепить Ну давайте, допустим, влепим его вот сюда Вот Как-то Как-то вот так Пускай висит Хорошо Так, эту штучку мы спрячем, наверное, с вами Где у нас пэты Где у нас, вот у нас пэты Спрячем здесь Пускай пока она будет здесь у нас Возьмем, наверное, пока что Кролика Да? Погоняем немножко на кролике Может, потом, когда мы кролика используем Вернем назад и Опять поставим наше освещенное яблоко Заработает наш единорог? Я не знаю Друзья Ой, не знаю Хорошо Давайте вернем стрелы Наши на место Вернем стрелы деревянные Да Я просто их взял Для того, чтобы Думал, что стрелы нужны для зелья Для изготовления зелья лучника Ну, что-то у меня для зелья лучника Чего-то реально не хватает Я не знаю, чего Буду разбираться Так Хорошо Хорошо, 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 хорошо Что мы Будем делать с Вот Значит, для посоха Нам нужно Нужны освещенные слитки Нам нужна черная линза Нам нужна обычная линза И 20 Эссенций прозрения А эссенций прозрения У нас было 17 Поэтому мне пришлось Сражаться с близнецами Еще раз Ну, более-менее Хорошо Правда, золотишко Конечно, они Немного дают Можно было бы, конечно Поднять Количество золота С каждым С каждой новой победой Над ними Да, кроме того Кроме того Я сразился с двумя Ледяными големами Это морозное ядро Один бросил Одно морозное ядро И второй тоже Единичку То есть два Из них мы можем Сделать Что-то Что-то можем сделать Но что-то оно Совсем Не к тому И к нам не относится Так Диск Посмотрим на диск Оптический посох Вот Вот оптический посох Отлично Так Теперь нам нужно Вернуть вот это Все на место Эссенция Могущества Да И сразу же За близнецами Я победил Еще Механического Шнурка Эссенцию Ужаса Думал третий раз Уже подряд Победить Скелетрона Прайма Но Наступило утро Я его вызвал И потом Буквально Начало светать Но ничего Мне пришлось Ему поддаться Так Хорошо Хорошо Линза Одна Вторая Чудненько И вот это Мы спрячем Сюда На место Отлично Так Давайте Наверное Сделаем Все-таки Черепашью Броню Полный сет И посмотрим Что она нам даст Какой нам даст Она Бонус Черепашья броня Дает нам 21 Плюс 17 Это 38 И 38 Плюс 27 50 65 Да Полный сет Дает нам 65 брони Здесь Здесь нужно 12 Слитков А здесь Нужно 18 То есть 30 слитков Нам не хватает Еще И останется У нас 20 Ну ладно Я потом Добуду Еще Так И Черепашьи Ботинки Вот Хорошо Вот эти Мы уже Можем Вставить Сюда Отлично А другие Ботиночки Мы наверное Спрячем В наши Вещички Ага Получи ботинки Так чтобы Были Наготове Если что Так Ну хорошо Давайте Перезовем Теперь наших Вот Помощников Глазастых Отлично И что нам Дает Полный Сет Брони Бонус Комплекты Атакующие Также Получают Полный Ответный Урон То есть Те которые На нас Натыкаются Или как Я что то Не могу Если честно Понять Ну допустим Ладно Пускай будет 69 Всего у нас Защиты Только потому Что защитный Обсидиановый Щит нам Дает Плюс 2 И плюс Еще 2 Это 4 Все остальное У нас Без защиты Так как Мы очень часто Пользуемся Ее Так Хорошо Хорошо Смертоносный Гатлигатор Я еще купил У нашего Торговца По моему Прикольная штука Очень похоже На меня Акулу По скорости Но единственное Что стреляет Как то Немножко По диагонали Вниз Одна Выстреливает Пуля А вторая По диагонали Вверх То есть Он стреляет Как то Как то Так Не очень Ну давайте Вот я вам Сейчас покажу Как это делается Где то На темном месте Короче Полит Куда видит Вот так Вот как то Но все равно Прикольная штука И я даже Не знаю Это не является Материалом И ни с чем Конечно Не объединишь Но дело в том Что Его Можно улучшить Пока что Я этого Не делал Естественно Пока что Я этого Друзья Не делал Так Хорошо Очищающий Порошок Насчет Очищающего Порошка Очищает От зла Мне Из вас Кто то Из вас Писал На группу Вконтакте Простите Что забыл Просто пишут Очень много Что можно С помощью Этого Очищающего Порошка Измученную Душу В аду Очистить И что то Произойдет Я не знаю Что произойдет Мы это Обязательно Как нибудь Проверим Но скорее Всего Не в этой серии Потому что Мы всего Не успеем Кроме того Бананоранг Мне дропнул Аж 2 Аж 2 штуки И подряд Во время Кровавой луны Приходил Не приходил И прикатывал На своем шаре Клоун Первый Сбросил мне Бананоранг И второй Тоже бросил Его следом Прикольная Тоже штука Но Как обычный В принципе Бумеранг Он действует И по скорости Тоже Хотя написано Очень быстрая скорость Но если это Очень быстрая скорость То это так Знаете Среднячково То есть Сейчас я вам Опять же покажу Давайте на наших Вот Бэмс 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 Это если он Находится где-то здесь Да Допустим Если мы встанем Вот сюда То есть Вот Скорость Не очень далеко И За счет этого Не очень быстрый В принципе Но автоатака Как-то имеется Ну типа Что-то как-то Как-то Что-то не очень Да Вот такие дела Как вы можете видеть Да Я изменил Наш цвет Я поставил На наши крылья Сине-зеленый Краситель Кроме того Я взял И купил У нашего Парня Который Собирает Краски Вот Ютпан Ютпан Короче В тюльбане Он продает Вот эту штуку Для создания Красок То есть Не нужно Никакой воды Ничего Просто Вы берете Гриб Берете Допустим Панцирь Жука Жуков Редко попадаются Они в подземелье Жук Бордовый Жук Розовый По-моему И голубой Голубой Дает Цианит Нет Циановый Краситель Циановый Краситель Очень прикольный За счет Него Я поменял Наши красные Глаза На маске Скелетрона Прайма На циановые И теперь Прикольно Так Ну и Подсвет Конечно Поменял Тоже Сапожки Буду Как-то Потом Еще Собирать Эти Вещи И очень Жалко Что я Выбрасывал Раньше Грибы Грибочки Которые Я вам В одной Серии Показывал Их Нужно Собирать Потом Покупаете Вот эту Штуку И очень Прикольный Цвет Синий Зеленый Краситель Вот Очень Прикольно Смотрится То есть Как Бирюза Так Что Еще Что Еще Давайте Выйдем Наружу Хорошо Так То есть Теперь У нас Есть Два Защитника Они По Атаке Где-то По 20 По-моему Что-то Типа Этого Кто-то Мне писал Да Дают Вот За счет Этого Мы Сохраняем Ну Короче Я уже Ранее Все Сказал У нас Два Защитника Такая Атака Как С Двух Пауков Только Теперь Мы Можем Поставить Себе Полный Сет И Больше Вместо Паучьих Ботинков Я Еще Сделал Все Таки Мне Пришлось Сделать На поверхности Биом Искусственный Да Грибной И Ко мне Сразу Пришел Боровик Боровик Это Трюфель Ну Его Так Называют В народе Но Он По сути Боровик Сделал Такой Грибной Биом Очень Прикольный Мне Так Нравится Капец Особенно Вот Эти Деревья Которые Растут Грибные Это Просто Класс И Для Чего Нужно Собирать Вот Эти Грибочки Грибочки Нужно Собирать Для Того Чтобы Мы Потом После Убийства Плантеры С Которой Мы Очень Скоро Друзья Будем Справляться Как Только Сделаем Какой-то Терра Меч Какой-то Терра Меч Самый Сильный Меч В принципе В игре Должен Быть Не Знаю Насколько Это Правда Но Грибную Броню Для Грибной Брони Нам Нужен Хлорофит И Грибы Мы Сделаем Броню Она Такого Темно-синего Цвета И Очень Прикольно Выглядит Вроде Бы Как Я Просто Смотрел У Нашего Гида Как Всегда Все У Него Стараюсь Изучать Сам Ну И Ваши Подсказки Конечно Тоже Очень Выручают Спасибо Вам Большое Еще Раз Огромное Спасибо Кроме Того Я Сделал Фонтанчик Фонтанчик Прикольный Фонтанчик Делается Очень Просто Я Не Заморачивался Со Всякими Конечно Полет Фантазии Здесь Может Быть Просто Чумовой Особенно Если Играть На Полном Разрешении Фонтаны Просто Чудесные Можно Творить Делать Как Угодно Ну Вот Такого Типа Я Сделал Прикольненький Да И Здесь У Нас Теперь Садик Будет Тот Наверное Сад Я Уничтожу И Быть Может Я Добавлю Какие-то Возле Нашего Дома Еще Дополнительные Комнатки Да Для наших Последующих Нипов Которые Будут В будущем Да Здесь У нас Дневноцвет И Вы Видите Что Я Сделал Прямо На Переходе Прикольно Да Надеюсь Вам Понравилось Понравился Мой Фонтанчик Не шедевр Скромненько Но Зато Приятно И эффективно Да Здесь у нас Дневноцвет Здесь у нас Морская Трава Здесь у нас Ледошипы И здесь у нас Луноцветы Все что в принципе Нужно Много не надо Абсолютно Потому что Когда мы это все Собираем У нас опять Идут Нам опять Дропаются Семена И мы в любое Время можем Опять же Их засадить Так что Я не делал Особого Такого Огромного Прямосада Оно Совсем Лишнее Мне кажется И не нужно Абсолютно Да Кроме того Я здесь Сравнял нам Площадочку Буду делать Может быть Буду расширять Может не буду расширять У нас тут Такая аллейка Я поставил Фонтанчик Сразу Здесь тоже Вырастет Травичка Она еще не успела Вырасти Я буквально Недавно Закончил Эту штуку Вот И вот такая Вот у нас Аллейка Потом я наверное Поставлю какие-то Заборчики Как-то украшу И это все Обязательно Вам покажу Да Здесь у нас Все Я стараюсь Ну как-то в разнобой Короче У меня просто Тучи И всякие баннеры Которых я убивал Всяких Людев Да Здесь тоже Поставил Фонтанчик И сделал Такую Ловушку Типа Для наших Врагов Хотя Если честно То Надо бы Конечно Закрывать Полностью Вот так Как-то Или Шире Просто Делать Комнату Чтобы За экраном Они Спаунились Наши враги Во время Нашествия Я имею ввиду Там пираты И все остальные Во время Нашествия И Попадали В эту Ловушку Так Не очень Конечно Удобно Но все равно Иногда Очень удобно И видно Какие предметы Они дрогнули Вот здесь Вот я Просто проверял Как это все Работает Как фонтанчик Работает И все остальное Кроме того Я здесь Фонтанчик Поставил Тоже Коника Прикольно Да Да И здесь Я Очищал Буквально Недавно Очизнителем Нашим Да Забыл Забыл Название Очизнителем Купил буквально Пару штучек И Как-то Старался Очищать Прикольно Валит Прикольно Спасибо вам Спасибо огромное Одному из подписчиков Он Реально Мне подсказал Эту Фишку Теперь осталось Накопить Очень много Золота И Видите Один атакует А другой Стреляет О Тут еще у нас И Подражатель Мимик 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 Опять то же самое Защитный Звездный Плащ Уже Четвертый По-моему Да Нет Наверное Шестой Потому что Два я продал Или три продал Да Здесь у нас Святая земля Почему у нас здесь Святая земля Вдруг Из того Ни сего Образовалась Потому что Можно сделать Святую воду Я тоже проверял Это у Нашего Гида Можно сделать Святую воду Для создания Святой воды Нужно То ли То ли Рог единорога То ли Пыльца Пикси А нет 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 Нужны Семена Святой воды Нужна вода И по-моему Еще что-то А может и нет Да И Одна За Одни За один Короче предмет Одна бутылка Нам дает Десять Сразу Этих Святых вод Мы можем Просто идти Их Бах 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 Разбивать И тогда у нас Получается Сразу же Святые земли И буквально Не успеем Мы Допустим Сколько Тридцать Тридцать Или двадцать Клеток Заполнить Этой святой водой Да Разбить ее Как сразу же Появляются у нас Всякие Единороги Эти Пузо Пузоноги Короче Все остальные И Пикси тоже Очень прикольная штука Я наверное Буду чистить Так можно В принципе Балансировать мир Потому что Раньше у нас Было только Десять Или сколько Или Короче Что-то больше Десяти По моему Процентов Святых земель Да Можно это все Узнать Естественно У нашей Дриады Дриадка 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 Вот Подходим к ней И смотрим статус Двадцать процента Мира Покрытое освещение И сорок два Процента Заражено порчей Дела и в самом деле Плохие Вот таким Макаром Можно балансировать Запросто Если вам Конечно же Не жалко Денег И В принципе Делается Не так Дорого стоят Эти семена И делается Очень просто Просто Нужны банки С водой Вот и все Да Кроме того Я наполнитель Вот здесь Вот поставил Купил у нашего Шамана И теперь Этот наполнитель Нам дает Возможность Делать Всякие Наполнители С бутылкой То есть Там есть Всякого рода Получаются У нас рецепты Но я выбрал Пока что Флакон с огнем Потому что Он легче всего Делается Потом там Какие-то души Призраков Что-то еще Короче Там будет Ух Классная штука Да При атаке Оружием Ближнего боя Поджигает Противников 20 минут Это смазка Нашего оружия То есть Даже ее Вроде бы Должна работать Не знаю Насколько это правда Будет работать Ешка Или нет Я не знаю Вам не скажу Нужно будет Это все проверить Обязательно В одной Из следующих Серий Золотишка У нас Достаточно В принципе Достаточно Но недостаточно Для того Чтобы Так прямо Разогнаться И себе Позволить Действительно Какие-то Прикольные Крутые Улучшения И что-то Типа этого Так хорошо Сложить по стопкам Грибочки Я сразу Складываю Теперь В наш Да Вот сюда Вот Чтобы было Рядом С нашими Хлорофитами Выметь Слитками Так Пикси 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 Сюда Хорошо Защитный Звездный Плащ Две Единицы Дает Защиты Да Плюс 20 Манны У нас Здесь А здесь У нас Просто Значит Вот этот Я продам А этот Я оставлю На всякий случай Вот этот Звездный Плащ Помогает Только при Создании Звездной Завесы И при Создании Плаща Пчелиного Плаща Сейчас 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 Я вам Покажу Где-то Он Где-то Он у нас Тут был Где-то Был Звездный Плащ То есть Пчелиный Плащ Вот он Вот Жестокий Ну у меня Сейчас Жестокий Но вообще Пчелиный Плащ Плюс Одна Единица Защиты Тоже Можно Пользоваться Время От Времени Так Хорошо То есть Мерзкий Гриб Мы Выбрасываем Отлично Вот это Мы Продаем И маску Мы должны Одеть На Какой-то Из Наших Манекенов Пока что Пока что Вот так А вот Эту Штуку Мы Наверное Уберем С вами Вот Тельняшку Тельняшку Наверное Тоже Продадим Она нам Абсолютно Не нужна Так Магазин Никакой Ценности Ну и Ладно Забирай Две Золотых Получили Отлично Так Что Теперь Что Теперь Теперь Мы будем Делать С вами Друзья Тарамеч 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 Во-первых Нам нужен Бич Бич Света По-моему Да Из демонитовой Руды Бич Света Хлоп Есть Один Чудесно Теперь Нам нужны Споры Джунглей И Жала Споры Джунглей И Жала Где 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 Споры Джунглей Эти рецепты Я тоже Узнал У Нашего Гида А как Узнал Сейчас Я вам скажу Как я это Сделал Так Допустим Возьмем 25 Так И Жала Жала Вот Отлично Матроны Огромные Такие Мотыльки Ночные Да Которые Прилетают К нам Вместе С нашествием Всяких Всякой Нечисти В затмении Матрон Мне бросил Поломанный Меч Героя Сломанный Меч Героя Вот Этот Сломанный Меч Героя Сейчас Я вам Покажу Где-то 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 Кстати Да Возьмем Мурамаса Мурамасу 4 Плюс 11 К наносимому Урону Я Я не знаю Насколько Будет Прибавляться Скорее Всего Нет Скорее Всего Не Будет Прибавляться Давайте Простую Мурамасу Тогда Возьмем Вот Хорошо Да Да И И И И Вот Сломанный Меч Героя Нам Нужен Понадобиться Тоже Вот Два Матрона Буквально Недавно Когда Было Последнее Затмение Мне Бросили Два Подряд Меч Сломанного Меч Сломанных Мечей Героев До Этого Я Один Тоже Один Мне Дропнул Я Сразу Пошел К Гиду Узнавать Что Из них Можно Сделать И Оказывается Если Мы Сделаем Эскалибур Где Он Где Он Где Он Наш Эскалибур Где То Здесь По Маг Да Да Вот Вот Наш Эскалибур Если Мы Эскалибур Объединим Вместе Со Сломанным Мечом Героя Объединяется Он Не На Мастерской Инженера А На Обычной Наковальне То Мы Получим С вами Истинный Эскалибур И Потом Уже Этот Истинный Эскалибур Мы Объединяем С Мечом Ночи А Меч Ночи Делается Из Четырех Мечей Я Уже Тоже Это Все Узнавал Так Этот Наверное Куда-то Куда-то Давайте Вот так Хорошо Да И сейчас Мы все Постепенно И кроме того Он делается Не здесь А на Демоническом Алтаре Или кровавом Алтаре Если у вас Такой есть И кровавый Меч Если у вас Кримзон Потому что Там Идет Разделение Так 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 Ага Нам нужно Сделать Травяной Меч Травяной Клинок Вернее Бэмц Травяной Клиночек Отлично Мурамаса У нас Есть И У нас Еще Что-то А Огненный 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 Делается Просто Из Насколько Я Помню Делается Просто Из Демонической Демонических Слитков Давайте Их Сразу Откроем Вот у нас Демонические Не адские Адские Слитки Так И Вот он Великий Пламенный Меч Тоже Прикольный Кстати 42 Урона Выкован Из Огня Вот Хлоп Отлично 4 меча Мы с вами Сделали Теперь Мы с вами Должны Отправиться К Демоническому Алтарю Он У нас Находится Он У нас Находится Упс Ближайший 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 У нас Находится В Снежном Морозном Биоме Так Скорее всего Сейчас Сейчас метель И Именно в метель Появляется Ледяной Голем Или Голем Или Как его там Зовут Я уже не помню Сейчас По своей Пикси Бью Да Кроме того Я Конечно Лазил В джунглях Собирал Так Что-то Мы Как-то Очень далеко По-моему Забрели Да Вот здесь У нас Ага Демонический Алтарь Хорошо Да В джунглях Мне попалась Куча Елец Наверное Штук Восемь Я собрал За один Поход Новых Так Теперь Мы Открываем Крафт Вот И у нас Здесь Появляется Грань Ночи Грань Ночи Делаем Бэмц Отлично Теперь мы Возвращаемся Видите Да Объединились Все четыре Меча Теперь мы Возвращаемся На наше Местечко Отлично Поднимаемся Сюда И здесь Здесь мы Это По сундук По сундукам Вот этот Распорядок Это Имели бы Они Хотя бы Вот Еще Один Рядочек Да Было бы Вообще Чудесно Просто Или Не знаю Тематические Какие-то Допустим Там Одни Зеленые Там Сколько Четыре на четыре Да Двенадцать Зеленых Двенадцать Каких-то Там Красных Чтобы Чтобы Они Такие Разнобойные Были Так Меч Мы Сюда Сразу Кости Пожирателя Призывая Детеныша Пожирателя Душ Тоже Прикольно Кстати Надо Будет С ним Как-то Побегать Посмотреть Как Он Выглядит Что Он Из Себя Представляет Этот Пэт Клинок Земли Клинок Земли Террамеч Ну Клинок Земли Это Конечно Перевод 112 Единиц Урона В ближнем Бою 20% К шансу Нанести Критический Удар Очень Быстрая Скорость Сильное Отбрасывание Бум Ага И как Ты себя Поведешь Ну-ка Давайте Посмотрим Ууу Прикольная Штука Вообще Прикольно Это По типу Того Меча Что я Вам Показывал Где-то У нас Есть Давайте Я вам Напомню Просто Тут Мечик 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 Где-то Здесь По-моему У нас Да Вот Лучевой Меч Вот этот У него Такое же Похожее Конечно Свойство Но Он Очень Медленный Он Очень Медленный Вот Хлоп Хлоп Запускаем Бенс Чик Бенс Чик Лучевой Очень Медленный А этот Вообще Жесть С каждой Новой Атакой Да Идет Критический Уху 700 800 Урона Обалдеть Клинок Земли Ну Это Если На русском Естественно Круть Круто Вот так Вот делается У нас Друзья Тарамеч 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 Этот Мы Вернем На место Отлично Ну Вот Такие Вот Делишки Друзья Что Еще Вам Рассказать Такого Что У меня Еще Тут Было Такого И Интересного 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 Что Что То Я Еще Хотел Вам Показать И А Вот С Объединенными Предметами Счастливый Браслет Регенерации Манны Я Сделал Еще Один Бесстрашный Счастливый Плюс 4 Нанести Критический Урон Ля И Опрометчивый Амулет Мифов У меня Сразу Получился Опрометчивый Обеспечивает Регенерацию Здоровья И Снижает Время Ожидания От Лечащих Зелий То есть Когда У нас Появляется 30 секунд Когда Мы Лечимся Зелиями Как то Оно Уменьшает Я Если честно Особо Не проверял Ну Просто Объединил Да и Все Буду Тоже Проверять Обязательно Вам Все Расскажу И Покажу Хорошо Вот Такая Вот У нас Серия Получилась Друзья Я Думаю Что Вот У нас Тут Ёёшки Ёёшки Самые Лучшие Конечно Ельцы Ельцы Я Оставил У себя Все Все остальные Продал Ох Их Реально Было Вот Всего Где-то Около 12 Наверное Или 11 Штук Я Столько Их Продал Капец Вот Говорится Как Как На Срачку Вы уж Простите Меня За Выражение Но Так Вот Иногда Говорят В Народе Да Кроме Того Назар Назар Мне Бросили Я Еще Раз Возвращался В Данж И Мне Дропнул Один Из Скелетов Каким Чудом Он Не Дропнул Его Не Знаю Хотя Я Был Уже Там Четыре Раза И Убил Наверное Скелет Этих В Данже Ну Блин Не знаю Ну Очень Много Ну Очень Пачками Просто Валил Я Решил Недавно Один Не Дропнуть Назар Ну Ладно Иммунитет К Проклятию Он Объединяется Кстати С Тайным Мегафоном И Что Так Вот Антисглазная Мантра Иммунитет К Безмолвию И Проклятию Вот Эта Штука Объединяется И Получается Антисглазная Круто Да Перчатку Силу Я могу Сделать Запросто Но Что-то Мне 12% Увеличение Скорости Ближнего Боя Если Можно Сделать Такую Перчатку То Скорее Всего Перчатку Можно Будет Сделать Еще Какие То Которые Будут Покруче Я Жду Этого Момента Градиозного Кроме Того Мне Дропнули Во Время Полнолуния Еще Жесткий Лунный Камень Увеличивает Все Характеристики При ношении В течении Ночи Это тоже Прикольная Штука Ну и Естественно Ракушки Нептуна Обращает Владельца В мерфолка При пребывании В воде Очень Прикольная Вещь Тоже Очень Хочется Посмотреть Как это Все Действует И В мерфолка Это Мы Получается Типа Вот Анимация Как Подземные Или Глубинные Твари Да Вот Как они Когда они Попадают В воду Я заметил Они Прямо Плавают Очень Прикольно Да Четыре Штуки И У нас Конечно Повязки На глаза И Витамины Но Единственное Что Я Очень Почему То Мне Не Дропают Еще Там Такая Штука Есть Типа Как Тоже Повязка Как Пояс Что-то Для Брони Защита На Броню Или Усиление Брони Что-то Типа Этого Вот Должны Дропать Какие-то Насколько Я понимаю В Подземелье Кто-то Не знаю Почему Не Дропает Никто Но Я Ни Разу Короче Их Не Находил Это Очень Печально А Она Нужна Для Того Чтобы Создать Какой-то Знак Анг То есть От Всяких Дебафов Защиту Ну Мы будем Узнавать Будем Разбираться Я надеюсь Вам понравилось Друзья Увидимся С вами В следующей Серии Скоро У нас Битва С Плантерой Может быть Даже В следующей Серии Мы будем Это Делать Я Даже Не знаю Если Что-то Придумаю Или Что-то Будет Такое Прикольное Грандиозное Я Еще Одну Серию Запилю И Предыдущие Обязательно Смотрите Комментируйте Ставьте лайки Подписывайтесь На канал На группу Вконтакте И Увидимся Друзья В следующих Видео В следующих Прохождениях В следующей Серии Спасибо Что Смотрели И Пока Пока Кстати Кнопка Быстрого Вызова Вот Всех Теперь Маунтов Не Работает Я Не знаю Что Случилось Вообще Вообще Не знаю Что Случилось Ладно Буду я Скупаться У нашего Торговца Ромео Для начала Его нужно Найти Где Он У нас Тут Вообще Есть